МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Ноябрь с 24". Продолжает свою работу. И сейчас расскажем о главных событиях понедельника. Давно вошли в обиход. Все ли готовы соблюдать масочный режим? Пора в политику. Кто может попасть в молодежное правительство? Коррекционная школа получила новое оборудование. Какие занятия появились благодаря приобретению? В городской больнице Ноябрьска готовят дополнительные места для заболевших ковид. Развернут койки уже завтра, сообщила глава регионального оперштаба замгубернатора Татьяна Бучкова. Необходимость подготовки дополнительных мест для пациентов в оперштабе объясняют ежедневным приростом заболевших, в том числе ОРВИ и гриппом. По последним данным, в стране почти 11 тысяч новых заболевших. 145 на Ямале. В Новом Уренгое откроют ранее закрытый ковид-госпиталь, который находится на базе Новоуренгойского газохимического комплекса. Количество пациентов с коронавирусом в стационаре растет. За несколько дней число занятых коек выросло с 70 до 90. В инфекционный госпиталь переведут тех, кто болеет в легкой форме. Вместе с тем, в Ноябрьске усиливают контроль за соблюдением санитарных норм. Предприниматели обращаются к жителям с просьбой внимательнее относиться ко всем требованиям. Маски, перчатки, санитайзеры – все это настолько прочно вошло в нашу жизнь за последние полгода, что при входе в общественное место мы используем средства защиты уже автоматически. Во многих магазинах около входа дежурит сотрудник охраны, который напоминает забывчивым горожанам о санитарных правилах. А вот внутри, выбирая продукты, некоторые расслабляются. Жарко, неудобно дышать, маска закрывает обзор. Однако врачи не устают напоминать – максимальной защиты можно достигнуть лишь тогда, когда маска надета правильно. Мы здесь надеемся все-таки на социально ответственность наших покупателей. Маски должны полностью закрывать и нос, и рот. Только так мы сможем обеспечить свою собственную безопасность. Я просто говорю, она сползла. Конечно. Это на наша защита, наши дети, наши внуки. О тебе не позаботишься, никто не позаботится. Эпидемия – это что же делать, понимаем. Просто немножко напрягает, как бы, всегда. Это уже, ну раз из машины выйдешь без маски, таковы ощущения, как будто без одежды. Сотрудники магазинов к вынужденным мерам тоже уже привыкли. Дважды в день измерение температуры, каждые два часа – обработка всех поручней и тележек. Для защиты кассиров и продавцов установили специальные экраны, а на полу – разметка для соблюдения дистанции. На всех кассах на полу нанесена разметка. Кроме того, дистанцирование можно соблюдать с помощью покупательской тележки. Она примерно в том же размере. Большинство жителей Ноябрьска к санитарным требованиям относятся спокойно. Правда, встречаются и те, кто наотрез отказывается их соблюдать. А между тем, постановление губернатора запрещает обслуживать посетителей без масок в магазинах, общественном транспорте и других местах. До серьезных конфликтов дело пока не дошло. Чего не скажешь о других городах. Вот эти кадры из Самары. Водитель маршрутки отказался ехать, пока салон не покинет пассажирка без маски. В итоге девушку просто вытолкали. Сейчас дверь закроем, пускай, уберите ее от нее. В большинстве случаев люди, конечно же, у нас адекватные. Люди относятся к этому с пониманием. И в абсолютном большинстве все выполняют требования, которые заставляют выполнять нас. Ну и, конечно, встречаются некоторые противники, диссиденты, которые не хотят подчиняться каким-то общим правилам в силу их субъективных каких-то причин. Не просто сейчас приходится и заведениям общепита. Количество посадочных мест в залах снижено наполовину. Постоянная санобработка, проветривание и обеззараживание. Затраты выросли, число посетителей снизилось. Но предприниматели признаются, готовы работать в условиях даже таких ограничений. Нам жизненно важно продолжать работать. И, наверное, я озвучу мысль, которая у всех на устах. Это второго такого закрытия мы не переживем. Отнеситесь с полной ответственностью к тому, что у нас на сегодня требует Роспотребнадзор. И выполняйте эти требования, чтобы нам обратно не откатиться в тот печальный момент, который был весной. Предприниматели каждый день с опаской следят за цифрами статистики по числу заболевших. Возвращаться к весенним жестким ограничительным мерам и закрытию целого ряда отраслей не хочет никто. Но избежать этого можно только совместными усилиями, если каждый будет ответственно подходить к выполнению требований. Евгения Демина, Сергей Павлов, Ноябрьск, 24. Тем временем доноров в Ноябрьске просят самостоятельно проводить термометрию. Для того, чтобы процедура сдачи крови прошла благополучно, необходимо исключить медицинский отвод. В связи с этим потенциальные доноры должны измерить температуру дома до посещения медучреждения. Сейчас в отделении усилены меры безопасности коронавируса. Проводится санобработка, вентилирование, дополнительные осмотры медицинского персонала. А пострадавшие из-за пандемии бизнесмены Ямала получили больше миллиона на ЖКУ. Такие данные приводит региональный департамент экономики. По информации ведомства, компенсацию на коммуналку получили уже 72 ямальских предпринимателя. На субсидию смогут рассчитывать предприниматели из списка наиболее пострадавших отраслей экономики. Чтобы получить деньги, нужно обратиться в местную администрацию. Выплаты покроют расходы на ЖКУ из-за простоя во время режима повышенной готовности. В Ноябрьске ищут хулиганов, испортивших новый сквер. На объектах в обновленной зоне отдыха на улице Советской появились так называемые теги – подписи райтеров. Несколько конструкций исписаны маркером. Испорчен и столик с коллажем из газет и журналов. Неравнодушные жители города уже обратились в правоохранительные органы с просьбой найти вандалов. Полицейские начали проверку. Обновленный сквер геологов открыли в начале сентября. На площадках построили малые архитектурные формы, проложили велодорожки и возвели детские игровые зоны. Сообщения об испорченных культурных объектах в Ноябрьске возникают не впервые. Ранее в социальных сетях появились фотографии с тегами на остановках и в городском парке. Стало известно, когда завершится капремонт подъездной дороги к Ноябрьску. В строительном холдинге «Автобан» сообщили, что работы закончат в сентябре 2021 года. Это единственная трасса, соединяющая город с региональной и федеральной сетью автодорог. Общая стоимость ремонта обойдется почти в 2 миллиарда рублей. В планах 6 участков длиной 22 километра и 6 мостов. На этот год было запланировано привести в порядок почти 10 километров. В сентябре дорожники начали укладывать верхний слой покрытия, проводить укрепления и замену водопропускных труб. Финальный этап укладки асфальта завершат до наступления минусовых температур. РЖД показали, как будут выглядеть новые плацкартные вагоны, которые начнут перевозить пассажиров на юг уже во второй половине следующего года. Презентация прошла на Павелецком вокзале Москвы. Современный образец, значительно больше предшественников. Полки стали длиннее, а пространства внутри больше. Появилась санитарная комната, сервисная зона для работы проводников, место для хранения белья и не только. В планах организовать производство целой линейки нового типа вагонов и сформировать из них уже поезда. Завершился прием документов от желающих попасть в молодежное правительство Ямала. Это будет уже пятый созыв. От Ноябрьска в списке претендентов 13 человек. Это молодые люди от 18 до 30 лет, представляющие самые разные сферы города. В их числе сотрудники муниципальных учреждений, предприниматели, студенты и даже журналисты. Каждому необходимо было до 4 октября предоставить документы, заполненную анкету и свой проект, который он планирует реализовать в течение следующих двух лет. Молодежное правительство Янау я подаюсь проектом, который называется «Героям Ямала посвящается». 10 декабря мы празднуем круглую дату, это 90-летие образования Ямал-Ниньского автономного округа. В связи с этим хотелось бы рассказать нашим ребятам, нашей молодежи о том, какой вклад весомый они внесли в годы Великой Отечественной войны. Все-таки у нас тыловой регион, и у нас не велись открытые боевые действия, поэтому хочу рассказать о ленно-транспортных отрядах и о рыбоконсервном заводе, который внес огромную лепту для нашей всеобщей победы. Проекты все разные, интересные, и поэтому борьба будет непростая. Молодежное правительство Ямала – это совещательный орган, который реализует успешные практики и инициативы молодых северян. Традиционно в состав входят 13 человек – представители всех муниципалитетов округа. Итоги конкурса подведут во второй половине октября. На этой неделе с 5 по 11 октября должна собраться конкурсная комиссия под председательством главы города Ноябрьска. И в течение трех дней, это следующий понедельник, вторник, среда, документы от трех кандидатов города Ноябрьска должны будут направлены в город Салихард. И там состоится второй этап. Он будет дистанционный, с применением интернет-связи, видеоконференц-связи. Будет конкурс лидерский и будет сформирован новый пятый состав молодежного правительства. Настоящая гончарная мастерская, фотоателье и даже собственная полиграфия. Подарок, о котором могли только мечтать и ученики, и учителя. Коррекционная школа получила современное оборудование. Теперь дети, будучи еще школьниками, могут познакомиться с разными профессиями. Из бесформенного куска глины получаются предметы интерьера. Лепка развивает фантазию и моторику. Небольшие вазы и чашки – то, что уже сделано. С первого занятия прошел всего месяц, а в голове у школьников уже зреют творческие планы. Я хочу поехать к папе и открыть там мастерскую из глины. И ты там будешь всем показывать, что ты умеешь? Да, потом продавать. Гончарное дело и в лене для коррекционной школы совершенно новое, но уже полюбившееся. Работать с глиной наряду с детьми учатся и сами педагоги. Лидия Харченко прошла для этого профильные курсы в Петербурге. Не просто лепить, но и заливать, сушить и обжигать материал. Все это делается на специальном оборудовании, которое в этом году поступило в школу. После того, как у нас глиняные изделия готовы, они сушатся вот в таком шкафу, закрываются, потому что глина не сушится медленно. Потом в сушильном шкафу, это когда нужно быстрый обжиг, ой, быстрая сушка, сушильный шкаф. И окончательный этап – это обжиг в печи. Оснащение почти такое же, как в настоящем керамическом цеху. И все благодаря наспроекту образования. В канун нового учебного года в коррекционную школу поступило оборудование на общую сумму свыше 8 миллионов рублей. Этих денег хватило на открытие сразу трех мастерских. Так, какая деталька цвета у нас? Красная. А здесь, по сути, цифровая лаборатория. Из обычных лего-деталей школьники создают искусственный интеллект. Собранные модели оживляют с помощью компьютерной программы, которую сами и напишут в перспективе собрать настоящих роботов. На данном этапе эту модель у нас Юра должен собрать. Но это не просто модель. У нас есть программа в дальнейшем. То есть мы сейчас, сейчас мы ее соберем, а в дальнейшем мы будем учиться программировать для того, чтобы эта модель не просто была моделью, а она еще и функционировала. По последнему слову техники оснащена и эта мастерская – собственная мини-полиграфия. Ксерокс и принтеры, сканеры имеются даже 3D-термопресс, чтобы печатать на керамике и футболках. На сложном оборудовании работают только старшеклассники. Результат труда ждать не заставляет. Первую продукцию уже можно посмотреть и потрогать. Вот мы берем листочки из старых, недописанных тетрадок ученических. Нам приносит вся школа. Мы, значит, их делаем определенного размера, а потом сброшировываем вот такие вот замечательные блокнотики, нужные, полезные. Дети их очень любят. Помимо этих трех мастерских, учебное заведение имеет еще швейную и столярную, но им уже не первый год. Навыкам профессионального обучения здесь давно уделяют внимание. И не случайно. Здоровье не всех детей позволит им получить образование дальше. Речь идет о колледжах и техникумах. Но они в перспективе, получив первоначальные профессиональные навыки в школе, могут стать самозанятыми на рынке труда при сопровождении их либо родителями, либо тьютерами. Чтобы школьники получили профессиональные навыки по максимуму, пришлось даже перекроить рабочую программу. Теперь обучаться можно дольше на три года. Планируется, что в ближайшем будущем перестроить удастся и учебные мастерские. Они будут выглядеть совсем как цеха. Но случится такое преображение, когда у школы появится второй корпус. Елена Жаркова, Александр Иванов, ноябрь с 24. Ушли на нерест. Специалисты отлавливают особи чира на реке Собь. От пойманных рыб позже начнут заготавливать икру. Это 30 миллионов икринок. На реке специальная база работает уже четвертый год. В прошлые сезоны там заготовили больше 80 миллионов икринок ямальского щекура. Сейчас у рыбы период нерестовой миграции. Чира добывают неводами и помещают в специальные садки. Там особи будут до момента созревания икры, который наступает с понижением температуры воды. И уже в ноябре икру доставят на завод и поместят на инкубацию. Крупнейший в мире парусник Седов на этой неделе зайдет в Ямальский порт Сабета. Команда судна участвует в экспедиции «Северный морской путь». Она проходит по акватории Карского моря. 19 августа Седов покинул порт Владивосток и конечной точкой маршрута станет Калининград. По пути немало сложных участков. Один из них, пролив Борисовелькицкого, уже пройден. Переход судна такого класса по этому маршруту является уникальным и не имеет аналогов в истории. 19 августа четырехмачтовый барк покинул порт Владивосток, посетил порт Певек и сейчас идет в Сабету. Затем Мурманск, а дальше Шантарский архипелаг и острова Новой Земли. В эти выходные в ноябрьске выпал первый снег. Белые хлопья пролетали и в субботу, и в воскресенье. Видеороликами с названием «Зима пришла» горожане делились в соцсетях. Впервые в выходные и термометр показывал температуру ниже нуля. Ночью был минус один, минус два. Первые выходные октября начались с дождя и мокрого снега во многих муниципалитетах Ямала. Такие же осадки в городе и в целом по округу ожидаются на протяжении всей наступившей недели. Вот и снег пошел. Еще больше новостей на сайте ноябрьск24.ру и в официальных аккаунтах телеканала в социальных сетях.